15 февраля наша страна будет отмечать памятную дату – 25 лет вывода войск из Афганистана. Именно в этот день, в 1989 году, последний советский солдат покинул территорию сопредельного государства. Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. А тех, кто с честью выполнил свой интернациональный долг, смотрите в следующем материале выпуска. Афган. Это слово еще долго будет тревожить память возвратившимся с необъявленной войны. Мы воюем за счастье братского афганского народа. Под таким девизом 18-летние советские необстрелянные мальчишки гибли в незнакомых горах. Генерал Громов говорил, что не было цели победить, главное – урегулировать обстановку. Однако большая часть местного населения Афганистана видела в наших солдатах только захватчиков и вела борьбу под лозунгом джихада – священной войны. На протяжении 9,5 лет в Афганистан шли колонны с оружием и боеприпасами, а возвращались самолеты с грузом 200. Такова была страшная цена той войны. 174 славянца служили в Афганистане. Не всем, кто пришел с войны, удалось вернуться к нормальной жизни. Афган разделил их судьбу на до него и после. Среди тысяч погибших на чужбине есть и наши земляки – Сергей Пищенко, Андрей Доценко, Алексей Посмашный, Иван Гедов, Александр Симоненко, Владимир Ивановец, Анатолий Поливко. Память о совсем юных мальчишках, которые полегли на каменистой афганской земле, будет вечной. Службу в Афганистане, кто прошел огонь войны, называют святыми годами своей жизни. 28-й реактивный полк в городе Шиндан. Именно туда, в 1983 году, сразу же после окончания учебы, попал Сергей Мащенко. На афганской земле он прослужил два года. За участие в военных действиях Сергей был награжден медалью за боевые заслуги. В боевых действиях участвовали, сопровождали колонны. За все время сопровождения, сопровождал их пять или шесть раз, точно уже не помню, ни разу колонны нашего полка, которому сопровождали, обстрела не было. Повезло в этом случае. По-разному оценивают события этих лет. По-разному смотрят на войну те, кто отдавал приказы, и те, кто их исполнял. Пережитое, конечно, невозможно забыть. Анатолий Пономарев – участник боевых действий в Афганистане. Призывался он в славянском военкомате. Службу проходил в 103-й воздушно-десантной дивизии. О событиях тех лет Анатолий не очень любит вспоминать. Говорит, что не хочет возвращаться в прошлое. Слишком много там было смертей и боли. Многие ребята побывали, наши кубанцы, в Афганистане. Более 3000 человек получили боевые награды. Из них 5 человек – герои Советского Союза. Наверное, самое главное – низкий поклон отцам, матерям, которые ребята не вернулись из Афганистана. Также, наверное, вечная память ребятам, которых нет у нас сегодня с нами. Афганистан – страшная, незаживающая рана, которая останется в памяти людской. Да и не только в памяти – могильных плитах и душевных муках, глубоких шрамах, наградах, надеждах. Сейчас бывшие воины-интернационалисты заняты мирным трудом, а во сне к ним часто приходят раскаленные ущелья, расстрелянные колонны, погибшие товарищи. Только к концу 80-х начали осознавать масштабы помощи братскому народу. Вернувшиеся с Афгана ребята были уже совсем другими, не по возрасту мудрыми. Многие за прошедшую войну, за мужество и героизм были награждены боевыми орденами и медалями еще в Афганистане. Но сердца и сейчас не знают покоя. Спустя 25 лет после вывода войск из Афганистана, они принимают активное участие в общественно-политической жизни района. Те, кому посчастливилось выжить в петле необъявленной войны, в годовщину вывода войск из Афганистана, несмотря на все дела, собираются вместе вспоминать боевых друзей. 15 февраля хочется вспомнить каждого, кто останется молодым навеки. Эта дата опровергает тот факт, что мужчины не плачут. Вот только хватит ли у нас скорби на всех погибших? Да не утихнет ли когда-нибудь боль нашей пыли?